Всем привет, дорогие друзья! Компания Realme выводит на российский рынок свою новинку новые умные часы под названием Realme Watch S. И сколько же стоит данная модель часов? Купить такие часы вы сейчас сможете за 6700 рублей. А вообще их официальная цена составляет 7490 рублей, но в каких-то магазинах на эти часы действует скидка. Производитель заявляет, что до 15 дней могут эти часы проработать от заряда аккумулятора. Так и пишут Long Battery Life. Также эти часы защищены от воды по стандарту IP68. Это очень серьезный стандарт, то есть вы можете в них купаться, вы можете принимать душ, вы можете плавать в бассейне, ничего не будет. Здесь есть такая полезная функция, как мониторинг уровня кислорода в вашей крови. Естественно, здесь есть уровень мониторинг вашего сердечного ритма, да, сколько ударов в минуту делает ваше сердце. Трех с половиной практически, не, какой трех с половиной, говорю. Трех с половиной сантиметровый и диагональ 1,3 дюйма экран с авторегулировкой яркости. 16 спортивных режимов. В общем, часы довольно-таки навороченные. И циферблат у них круглый. В отличие от прошлых часов Realme, здесь у нас имеется круглый циферблат, а не прямоугольный, как это было раньше. Достаем часики. Вот такой вот огромный здесь дисплей, он прикрыт защитной пленочкой, мы ее убираем. И резинка, то есть сам браслет сделан из резины Realme. Немножко она пахнет, но ничего страшного. Эти браслеты можно поменять, они легко снимаются. Например, если вам надоел ваш браслет, вы можете какой-то другой заказать, другого цвета. Здесь у нас есть контакт для зарядки, куча датчиков на задней крышке. Made in China, часы делаются в Китае. Ну и вот как они выглядят спереди. Обычные такие часы, по ним даже не скажешь, что это умные часы. Может сначала показаться, что это обычные классические механические кварцевые часы. Но единственное, нет, конечно, циферблата, нету стрелок. Ну можно сделать, можно поставить такой циферблат, что будет казаться, что это обычные часы. Так, ну и что у нас в комплекте? Должна быть зарядка, зарядная станция. Да, вот она, зарядная станция на магнитах. Так, не той стороной. Вот, раз и все. И с этой стороны втыкаем в блок питания и заряжаем. То есть здесь стоит защита, вы не сможете ее расположить неправильно, да, потому что она отмагничивает, вот она не присобачивается. А как только мы ее переворачиваем, бац, она сама сюда ложится. То есть вот, легко вообще примагничивает. Это значит, что мы правильно установили зарядку. Вот, иначе она не ляжет. Есть, конечно, еще документация. Здесь должен быть QR-код, по которому мы скачаем приложение. Вот он, этот QR-код. Да, сейчас мы этим займемся. Так, ну и давайте включать часы. Включаем часы с помощью вот этой верхней кнопки, зажимаем ее, и у нас часы предлагают выбрать язык. Здесь мы можем выбрать кучу разных языков. Выбираем русский, галочку ставим. И часы сами сразу предлагают скачать приложение, дают большой QR-код, поэтому даже инструкцию можно отложить, она нам не понадобится. И сейчас нам нужно взять телефон с программой распознания QR-кодов, и он нас автоматически перекинет в магазин приложения, чтобы скачать это приложение Realme. Итак, ребятушки, вот как называется это приложение Realme Link. Realme Link есть в App Store и также в Play Market. Ну что ж, нажимаем загрузить. Оно бесплатное. Бесплатное. Сейчас мы его установим. Кстати, ребят, часы уже сделаны, можно сказать, из премиальных материалов. Это у нас стекло защищено, точнее, экран защищен стеклом. По краям имеет такое закругление небольшое. А основная часть стекла плоская, то есть сюда легко можно будет наклеить какую-нибудь пленку или стекло. А вот эта сама рамка сделана из металла, то есть из такого шлифованного металла. Очень красиво смотрится. Так, знаете, брутально. Две кнопки здесь по бокам. А вот эта часть уже это пластик. Черный матовый пластик. С этой стороны, получается, эта сторона полностью пустая. Здесь ничего не расположено. Вот я зашел в приложение. Нам нужно сейчас связать наши часы с нашим приложением, с телефоном. Добавляем плюсик. И тут он нас требует войти. Куда это нам нужно войти? Создать, видимо, запись какую-то. Сейчас, пока он думает. Так, да. Действительно, здесь нужно создать аккаунт. Аккаунт реалмишный. Если он у вас есть, вы просто входите. Если у вас его нет, то нажимаем «Register an account». Все, ребят, зашел я в свой аккаунт. Теперь нам нужно добавить устройство. Нажимаем плюсик. Геолокацию можно не включать, не обязательно. И вот сразу у нас автоматическое определение устройства выдает нам Realme Watches. Нажимаем. Ну, перед этим, конечно, включаем Bluetooth на своем устройстве на телефоне. Идет пока поиск, подключение. Так, подключение. Создать пару. Так, разрешить получать уведомления. Подключить часы к смартфону. Да, нажимаем галочку. Устройство сопряжено. Окей, начало работы. Принимаю. Нам надо выбрать пол. Мужской, следующий. Выбрать свою дату рождения, например. Да, давайте вот такую дату рождения. Выбрать рост вес, чтобы часы знали, какие ваши показатели, чтобы вы там могли сбрасывать вес. И количество шагов, которые вы хотите сделать ежедневно. То есть, это ваша цель. Ну, поставим. Сейчас зима, холодно. Давайте поставим по минималочке. 4500 шагов. Опа, и вылет у нас сразу случился. Ничего, бывает. Так, снова заходим сюда. Синхронизация данных. Идет пока синхронизация данных. Устройство не подключено. А почему это не подключено? Идет синхронизация данных. Все, ребят, нужно немножко подождать. И здесь сразу обновление прилетает какое-то. Нужно подождать, пока пройдет синхронизация данных. Потом будет написано, что часы подключены. Как только они подключены, сразу выдают новое обновление. Обновление версия 1.3.0.41. Ну, вот он скачал. И сейчас идет уведомление. Нужно держать телефон прямо рядом с часами. Все. Система пошла обновляться. Потому что на часы тоже регулярно будет выходить новая прошивка с исправлением багов, с улучшением автономности, производительности. И с помощью телефона вы будете обновлять свои часы. Потому что, ну, у телефона есть доступ к интернету, а у часов, получается, нету, да. Телефон скачивает прошивку, перекидывает ее по Bluetooth и часы ее уже устанавливают. Итак, ну вот и все. Часы обновились. В приложении показано, сколько процент заряда у часов сейчас на данный момент. Часы не заряжались с момента сопряжения. Ну, конечно, не заряжались. Я их только что сейчас сопряг. 4500 шагов у нас цель. Ноль шагов пока что сделано. Ноль сна. Все по нулям, потому что только что реально я подключил часы к телефону. Вот как выглядит стартовый экран в стиле Realme. Желтые надписи, желтый циферблат. Большая цифра текущего часа. Ноль девять – это минуты. Здесь показано также, сколько шагов, сердцебиение, сожженные калории. Циферблат можно поменять. Зажимаем на экран. И появляются... Э, вот-вот. Появляются у нас такой вот... Листаем мы циферблаты различные. Вот как они все выглядят. Циферблатов получается стандартных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Ух ты, смотрите, какой интересный циферблат. Замудренный какой-то, да? Не, слишком замудренный. Ну, в общем, на разный вкус и цвет есть циферблаты. Есть вот такие вот яркие, какие-то красочные. Есть более сдержанные, более информативные. Есть циферблаты с таким неким намеком на Apple Watch. Якобы с вот этими кругами активности, как у них, да? И смотрите, как прикольно бежит секундная стрелка. Видно, как секунды тикают. Это что-то в стиле Nike. Такие тоже интересные цифры. Это какой-то, как этот стиль называется, не помню. Модерн или что это? Какой-то куб. Не куб, а это круг. Ну, в общем, вот этот циферблат самый, наверное, оптимальный, самый интересный. Меню зажимается, активируется нажатием на верхнюю кнопку. Меню листается с помощью пальца, с помощью тача. Вот этими кнопками меню не листается, как на том же Apple Watch, да? Когда мы крутим вот эту вот кнопочку, и мы можем там передвигаться по меню. Здесь все делается с помощью пальца. Круглые иконки, они не подписаны, но по ним легко догадаться, где что. Это будильник, часы, будильник, будильник. Это у нас настройки, настройки. Это у нас что, заметки какие-то, записи о тренировках. Сами тренировки. Причем тренировки мы можем активировать не таким вот темпом, да? Это долго. А можем просто тренировки активировать нажатием на вот эту нижнюю кнопку. На нее нажимаем, и уже можем выбрать тот режим, который мы хотим тренировать, да? Например, мы вышли на пробежку. Бац! И здесь и ищем бег. Где здесь у нас? Бег на улице, да? Либо мы пришли в бассейн. Есть ли здесь у нас плавание? Плавания у нас здесь нету. Есть крикет, йога, эллипс, велотренажер, бадминтон, настольный теннис, баскетбол, футбол. Даже есть силовая тренировка, аэробная емкость. Интересно. Ну, дальше уведомления о погоде. То есть, тут выводится погода, если вы включите GPS, чтобы он отслеживал. Датчик сердцебиения. Датчик сердцебиения. Это у нас медитация, то есть, это воздух, да? Воздух, как правильно дышать. Управление плеером на телефоне, увеличение громкости, уменьшение паузы, плей, следующий трек. Дальше у нас есть уровень кислорода в крови. Тоже мы это сейчас используем. Мониторинг сна. Секундомер. Это таймер. Обратный отчет, получается, времени. Это что такое? Вот это непонятно. Это не подписано и ничего не понятно, что это вообще такое. Что происходит на экране? Почему это никак не подписали и никак не обозначили? Что именно он делает? Может, это поиск телефона? И это управление камерой. Сейчас в современных смартфонах тоже есть такая фишка. Мы можем сделать фотку с помощью часов. С помощью часов. На часах, на современных. Вот, например, смартфон. Он привязан к часам. И мы берем, делаем спуск. Так, а что не хочет он? Что-то не работает. Да, что-то пока не работает. А, нажмите длительно. Нет. Нет. Что-то вот камера не работает. С айфоном не дружит. Возможно, с андроидом получится. Потому что на андроидах у меня всегда это получалось. Ну и, собственно говоря, все. Вот такой вот функционал. Довольно простой. Но в то же время все нужное есть. Давайте сейчас попробуем замерить уровень кислорода в крови. И попробуем замерить сердцебиение. Сперва замерим сердцебиение. Прикрепляем часы на руку. Кстати, вот как они смотрятся. Довольно большой циферблат такой. Вот, солидный внешний вид. Идет измерение у нас. Итак, ну вот, часы замерили. Мой пульс. 79 ударов в минуту. Кстати, здесь у нас стекло защищено покрытием Corning Gorilla Glass 3. То есть, это не обычный пластик, не какое-то дешевое стекло, а именно Corning Gorilla Glass 3. Поэтому довольно сложно его будет поцарапать. Но все равно осторожнее будьте с часами, потому что это все равно стекло. И если вы их уроните сильно или чем-то ударитесь, то, возможно, пойдет трещина и экран разобьется. Будет, ну, как бы не очень приятно. Вообще, можно наклеить какое-нибудь стекло, заказать, например, с Алиэкспресса, чтобы было вообще все по красоте, как говорится. И давайте измерим еще сейчас, пожалуйста, на 10 часы уровень кислорода. Он просит, чтобы мы надели часы и не двигались. Идет измерение. Вообще, в норме у человека должно быть более 95% кислорода в крови. Если меньше, то это уже некие проблемы. Это уже не очень здоровая ситуация. Ну, вот сейчас посмотрим, сколько у меня будет. Итак, на измерение потребовалось примерно 1 минуту. И он показывает, что 99%. Браво! Меня радует этот результат. Это очень хорошо. Вот такой вот функционал. Ну, можно сказать, ничего такого суперсверхъестественного. Вот он уже насчитал мне 16 шагов. 16 шагов. И что еще здесь из интересного? Здесь, дорогие друзья, есть такая полезная функция, как автояркость. То есть, мы можем не регулировать в ручном режиме яркости экрана. Часы могут делать это сами. Здесь есть какой-то датчик, который измеряет уровень освещенности в данный момент. И если вы, например, уже ночью лежите дома один, уже темно, они не будут вам ярко бить по глазам. Экран снизит яркость сам. Также вы можете вручную поставить. Максимальный уровень яркости – это пятерка. Интенсивность вибрации. Можно отрегулировать степень вибра. Здесь стоит вибромоторчик, когда вы будете получать уведомления с телефона. Естественно, часы будут вибрировать. Степень вибрации можно отрегулировать. Режим энергосбережения имеется, когда часы превращаются в обычные часы. Показано только время. Никакого функционала нет. Так, а как сейчас? Длительное нажатие боковой кнопки для выхода из энергосбережения. Так, из этого режима не просто так еще выйти. Сделано специально, чтобы вы по случайности из него не вышли, что ли. Вот. Что еще здесь есть из интересного? Сброс настроек. Ну, управление вообще, все управление, по сути, происходит с помощью жестов, с помощью маленького вот этого экранчика и с помощью кнопки вот этой. Вот эта кнопка редко задействуется. Действие назад – это свайп вправо, как и на многих других часах. То есть, в целом, разобраться с ними очень и очень легко. Очень легко. Часы не тормозят, как я вижу сейчас. Работают быстренько. Вроде все как нормально. Аккумулятор здесь 390 мАч. Для телефонов это, конечно, очень мало. Но для таких часов этого хватает до 15 дней. Ну, в зависимости от того, как вы будете пользоваться. До 15 дней – это максимальное время. Сколько они могут прожить? Ну, в среднем где-то дней 7-8 у вас будут эти часы жить, если у вас будет включена хорошая яркость, если у вас будут включены уведомления постоянно от всех приложений на телефоне, если вы будете пользоваться мониторингом сердцебиения регулярно, то примерно дней 7-8 можно с этими часами ходить. Также можно отрегулировать, через сколько у нас будет экран затухать. Можно выключить либо включить постоянно мониторинг пульса. Можно включить функцию подъема при подъеме, чтобы часы у нас активировались. Это очень удобно. То есть вам не нужно будет нажимать ни на какие кнопки. Вот сейчас они у меня потухнут, часы, да? Я поставил максимальное время затухания. Сейчас они затухнут. Я подниму руку, и он должен мне показать время. Так, ну, давай-давай быстрее. Вот, все, потухли. Я поднимаю руку, и часы должны, по сути... Так, я же включил эту функцию. Во-во, все. Все, просто недостаточно было маха. Если вы чуть-чуть руку дернете, они не загорятся. Это надо именно руку как бы поднять. Вот, тогда они понимают, что вы именно хотите посмотреть время, и включают дисплейчик. Вот как это выглядит. В настройках приложения можно выбрать тему для часов. То есть, так, из интернета, да? Из интернета вот здесь у нас сколько... Вот, сколько циферблатов различных. То есть, их сейчас нету на часах, но это просто из интернета. Мы можем их подгрузить и установить на часы. Циферблатов действительно много. Вот этот циферблат мне нравится. Смотрите, 54 килобайта. Очень минималистично смотрится. Ну, реально очень широкая такая коллекция циферблатов. И это только часы вышли. Я уверен, что в дальнейшем эта коллекция будет только пополняться. Дальше. Опа-на, подожди. Мы можем поставить сюда еще и фото, что ли? Да, действительно. Представляете, мы можем на циферблат поставить свое фото, либо какую-то картинку из интернета. И добавить туда базовые часы. Давайте сейчас попробуем. Итак, друзья мои, вот что я сделал. Я скачал из интернета картинку с четыркой. И поставил на фон именно картинку с четыркой. Сейчас должно произойти синхронизация. И вот этот циферблат добавится на мое устройство, на мои часы. Я его установлю. Ну, а также, соответственно, вы можете добавить любую фотографию, сфот от себя, я не знаю, сфот от своего там вторую половинку, да, и тоже добавить себе на циферблат. Вот, ребятушки, ну посмотрите. Ну, я могу любоваться сейчас четырочкой вообще. Каждый день у меня будет на циферблате стоять вот такая вот картинка. Это супер прикольно, что вы можете сами, по сути, создать циферблат. Но единственное, вы не можете выбрать особо стиль часов. Вы можете выбрать только их расположение. То есть, либо они будут находиться снизу, либо они будут находиться сверху. И все. То есть, ну, а так в целом только картинку, по сути. Ну, все равно такая возможность. Это прикольно. Выглядит оригинально, необычно. Также вы можете включить напоминания о вызовах. Вы можете включить напоминания о подъеме, чтобы вы не засиживались долго на одном месте. За компом часы будут смотреть, чтобы долго сидите неподвижно. И будут вам уведомлять вас, чтобы вы встали, подвигались. Также есть сейчас такая популярная тема, что нужно пить воду. Часто надо пить воду. Там 2 литра в день выпивать. И чтобы вы не забывали пить воду, вы можете поставить себе уведомление, чтобы вам часы кидали напоминалку, чтобы вы вставали и пили воду. Со скольки до скольки можно здесь указать это делать. Сколько, в течение какого времени, какой интервал. Через 15, через каждые 15 минут вам напоминать. Либо через каждый час вам напоминать, как вам удобнее. Часы будут это вам делать. Ну, круглосуточный мониторинг пульса. На самом деле, если постоянно он будет мониторить пульс часы, довольно быстро у вас сядет аккумулятор. Но если у вас какие-то проблемы с сердцем, если вам действительно нужен этот мониторинг постоянный, вы хотите следить, да, может, какие-то таблетки принимаете от частого сердцебиения, либо наоборот, от малого сердцебиения, тогда, конечно, можно включить этот пульс. Также можно предупреждение поставить. Если у вас пульс, например, больше 100, часы вас уведомят, и вы уже сможете там принять какую-то таблеточку, тоже обратиться к врачу. Ну, для молодежи, наверное, это не так актуально, но люди такие есть. Я читал, что одному японцу умные часы спасли жизнь. Тоже у него было там сильное сердечное сердцебиение, и он обратился к врачу, и там, короче, чуть-чуть инфаркт, инсульт у него предотвратили. Вот. В общем-то, ну, вот такие простые настройки, какие-то банальные, да, все это давно все знают. Какой функционал есть у умных часов? То же самое все здесь есть. Так что, ребяточки, вот такие вот часики получились у Realme. Realme Watch S. Ссылку оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.